Девушки отдыхают И ты сегодня это получишь! Ну что ж, всем привет! Мы приветствуем вас на пятой ежегодной национальной музыкальной телевизионной премии Муз-ТВ 2007! Здесь у нас в Евродоме страсти не угасают, а наоборот, с каждой минутой становится все жарче и жарче. Буквально через несколько минут здесь появится Триумфатор Евровидения 2008, В общем, тот, кому мы должны быть благодарны за то, что сегодня этот конкурс проводится здесь, в Москве. Ну а пока, прямо сейчас, давайте уступим место тем, кто, в общем-то, почти так же, как Дима, подобрался близко к первому месту, но чуть-чуть, чуть-чуть им не повезло. Группа «Серебро» прямо сейчас здесь, на биомизон. Давайте посмотрим, кто же здесь. А здесь группа «А-студио». Добрый вечер! Скажите, как вы заработали? Что нужно сделать, чтобы подъезжать на красную коровую дорожку на Rolls-Royce? Нужно все время выступать на Муз-ТВ, в эфире быть для этого почаще. Ну что ж, я думаю, у вас проблем с этим нет никаких. Мы рады вас видеть, вы сегодня первые. Добро пожаловать в «А-студио». В данный момент рядом со мной находится представительница Мальты, и, между прочим, Кьяра, так зовут эту исполнительницу, по некоторым прогнозам, входит в тройку претендентов, ну, ладно, буду честным, в пятерку претендентов, на все-таки того, что, ну, стать победителем этого конкурса. А, плюс шоу «Ми Йо Танго». О, смотрите, смотрите! А-а-ха-ха! Пирсинг! Боже мой, кто бы мог подумать, что у оперных певиц бывает такое? Это специальный выпуск VIP-зоны из Евродома. Все премьеры всегда проходят по одному и тому же сценарию. Красная дорожка, смокинги, шлейфы, икра, шампанское, пафосные речи, а потом, а потом аплодисменты. А вот возмущенный свист – это уже импровизация. Сценарий его никогда не предусматривают. Если сравнивать по зрелищности и масштабности, по десятибальной шкале, конкурс Евровидения, где вы бываете, и премия Муз-ТВ, а какую оценку вы дадите тому и этому? Из России 12 пунктов идет к премии Муз-ТВ. Вау! 12 по десятибальной шкале. Пойдемте, еще один провокационный вопрос. А кто круче? Дима Колдун или Дима Билан? Филипп Киркоров. Естественно! Мамасец! О, завидуйте мне миллионы телезрителей. Я имею возможность потрогать его. А здесь в нескольких сантиметрах он триумфатор Евровидения 2008. Виновник, можно сказать, или наоборот, человек, которому надо быть благодарен за то, что сегодня… Виноват, я не скрываю. Конечно, я виноват в том, что в Евровидении сейчас есть. Хочется. Причем даже не столько девушек, сколько какого-то пацана найти, знаешь, что вот появился мужик поющий, я не знаю, какой-то. Ну в этом году, в принципе, довольно много мужиков через один его оперные голоса, поэтому у вас еще будет время с ним совсем познакомиться. А в голосе. В чем? Ну не знаю, Timberlake, он что там, у него голосик какой. Вам нравится Timberlake? Да. Ну что? Сенсация, мне кажется. А что, я бы что не то сказал. Скажи мне, когда же все-таки Сергей Лазарев? Это имя мы увидим на английском языке в титрах конкурса Евровидения. В принципе, на английском языке вы можете его видеть хоть каждый день, вбивать его в интернете, там Сергей Лазарев можно по-английски. А что касается Евровидения, то, конечно, я думаю, что в ближайшие несколько лет все-таки Россия не сведет первое место, честно. Поэтому ехать туда, чтобы не побеждать, я не хочу. Поживем, увидим, как все будет. Китарюля. Я, если поеду, то только побеждать и вновь привозить Евровидение в Россию. Окей. Без рискования не было бы встречи. Вот на этой оптимистической ноте. Валерия, вы прям сделали красивую-красивую сейчас кульминацию нашего сейчас выхода с вами вместе в эфир. Занимайте места в зале, скоро все начнется. Спасибо, это Валерия, я очень пригодна. И еще их маленький друг. Ха-ха-ха.